Здравствуйте! Меня зовут Кулипанов Руслан Владимирович, старший научный сотрудник отдела исследований Приморского государственно-объединенного музея имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Сегодня мы проведем народную экскурсию на выставке «Корабли и люди. Русско-японская война» на Петра Великого VI в музее города. Русско-японская война – это рядовой эпизод целой эпохи глобального колониального передела мира, в котором участвовали все крупнейшие мировые державы. Россия создавала свои вооруженные силы, свой флот самостоятельно. Те корабли, которые строились на зарубежных верфях, они строились по заказу российского правительства, по чертежам русских инженеров. В то время как Япония получила свою армию в необычайно сжатые короткие сроки, с привлечением передовых специалистов как из Германии, так и из Великобритании. То есть фактически в кратчайшие сроки Япония создала абсолютно новую армию, которая не тянула из прошлого каких-то отсталых идей. Военный флот был построен для Японии в кратчайшие сроки, практически под ключ на верхах Великобритании. Это позволило создать действительно ядро японского императорского флота, состоявшее из самых новейших однотипных кораблей, в то время как русские корабли. Именно вот вследствие долгого периода времени строились и были крайне неоднородными, хотя катастрофического отставания по тактико-техническим характеристикам не было. Русский флот превосходил японские чисто по количеству кораблей, по боевым возможностям, но вот этот удар действительно был нанесен растопыренными пальцами. Изначально 2-я Тихоокеанская эскадра и 3-я Тихоокеанская эскадра, которые вышли с Балтийского моря, их задачей было в соединении с 1-й Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре, объединенными силами, можно сказать, установить господство на море, что могло дать в первую очередь изоляцию японской армии, высадившейся на материке. В целом крайне неоднородная русская эскадра встретилась с ядром японского императорского флота в Сусимском проливе. Крайне отрицательную роль сыграло низкое качество русских снарядов. По имеющимся сейчас японским документам, многие снаряды, которые попадали в японские корабли, действительно не взрывались, или, может быть, взрывались с недостаточным фугасным эффектом. Известен случай, вот опять же, флагманский броненосец японский Микаса получил несколько попаданий, в том числе и в боевую рубку. При этом большая часть японского высшего командования флота практически не пострадали от попадания. Этот снаряд действительно мог изменить ход истории. В то время как японцы именно в Сусимском сражении ввели огонь очень мощными фугасными снарядами, начиненными так называемой шимозой. Этот снаряд при попадании в русские корабли давал большое количество осколков, которые наносили огромное повреждение, поражение команде русских кораблей, вызывали обширные пожары, которые в конечном итоге привели, в первую очередь, в том числе и к потере управляемости. Русский флот довольно тяжело принимал на вооружение какие-то новшества. Помимо очевидных плюсов у Шимоза было множество минусов. Это и преждевременные разрывы. По одной из версий, значительная часть снарядов, которые использовались в русской эскадре, были снаряжены именно переувлажненным перекселином. Конечно же, сейчас об этом много спорят. Провести эскадру паровых кораблей в начале века через полсвета, это могло бы войти в историю. И должно войти в историю. Поскольку ничего подобного никакой другой флот в своей истории в этот период времени не совершал. Было необходимо их заливать водой, для того, чтобы порох не воспламенялся при высоких температурах, при ударах. И действительно, его ведущие историки рассматривают как одну из ключевых причин поражения русского флота. Японская эскадра подошла ко Владивостоку и некоторое время обстреливала город. Зимой 1904 года. Это вот такой вот единственный боевой, можно сказать, эпизод в истории города. Были незначительные разрушения на территории порта, на территории казарм гарнизона Владивостока. Погиб один человек, гражданский женщина беременная. Для Владивостока эта война имела огромное значение. В первую очередь потому, что потеря Порт-Артура сделал Владивосток главной твердыней, оставшейся твердыней России на Дальнем Востоке. Долгое время военное руководство Российской империи, оно колебалось между тем, какой именно город сделать основной базой вооруженных сил России на Дальнем Востоке. Владивосток имел свои очевидные минусы. Это то, что порт замерзал. Регулярно требовались ледоколы в зимнее время для вывода боевых кораблей в залив Петра Великого в Японское море. Основные силы русского флота были сосредоточены именно в Порт-Артуре. В Владивостоке базировался именно Владивостокский отряд крейсеров. И в то же время потеря Порт-Артура по итогам русско-японской войны. Вообще в целом гибель Тихоокеанского флота сделала Владивосток ключевым опорным пунктом Российской империи на Дальнем Востоке вновь. И опять же после этого начинается и активное строительство Владивостокской крепости. Потому что это была единственная возможность защищать Дальний Восток в условиях отсутствия флота. Безусловно, Российская империя, несмотря на все ее внутренние противоречия, обладала большим запасом прочности. Япония к 1905 году испытывала огромные трудности. Ее экономика была истощена. Если не одержать убедительную победу над Японией, то во всяком случае свести войну к ничьей было вполне возможно. Для этого необходимо было единство общества, которого, к сожалению, не было. С другой стороны, действительно нужна была политическая воля, которая, возможно, не хватила. Одна из причин поражения России в русско-японской войне – это Первая русская революция. Русская дипломатия, в том числе дипломатия Сергея Юрьевича Витты, она во многом была способна нивелировать те тяжелые поражения, которые русская армия и русский флот потерпели в ходе русско-японской войны. Удалось сохранить в сфере интересов Манчжурию, продолжить ее освоение. Потеря Южного Сахалина, конечно же, была болезненной, но это было наименьшим из потерь, которые можно было потерять, потому что Япония действительно претендовала, в том числе и на абсолютный контроль над всем Китаем. Это такая вот книга «Приключения Дон Кихота» на французском языке. Эта книга когда-то принадлежала командиру легендарного кресла «Варяг» капитану первого ранга Всеволоду Федоровичу Рудню. Часы из кают-компании эскадренного броненосца Царевич. После гибели адмирала Макарова, именно этот броненосец, стал флагманским кораблем Порт-Аркутурской эскадры. Адмирал, сменивший Степана Васильевича Макарова, адмирал Виттгевт, держал флаг на этом броненосце. Этот корабль стал флагманским кораблем русской эскадры. Участвовал в сражении в Желтом море, в неудачной попытке прорыва русской эскадры «Спорт Артура». Корабль получил несколько попаданий с снарядами, в том числе несколько попаданий в боевую рубку. Был убит как сам адмирал Виттгев, так и множество офицеров. Командир броненосца получил тяжелое ранение, он долго вышел из строя. Вот эти вот события и такие вот часы, буквально чудом уцелевшие в этом сражении. Свидетельство того периода времени. Броненосец в конечном итоге отбился от эскадры, смог дойти до нейтрального торта и был интернирован. Именно благодаря этому вот этот уникальный экспонат сохранился. Это броневой лист с крейсера «Россия», снова из крейсеров Владивостокского отряда, со следами боевых повреждений. 1 августа 1904 года Владивостокский отряд крейсеров вступил в неравный бой с японской эскадрой адмирала Камимуры. Крейсер «Юрик» был затоплен в этом бою, получив тяжелое повреждение в ходе продолжительного пятичасового боя. Крейсерам «Россия» и «Громобой» удалось вернуться во Владивосток с тяжелыми повреждениями. Они проходили ремонт здесь, в доке Цесаревича. Именно там, в ходе ремонта, этот броневой лист был демонтирован и пролежал в этом районе более ста лет, практически забытый. Не так давно он был обнаружен и его доставили к нам в музей для экспонирования. Еще несколько экспонатов, отражающих историю Цесимского сражения. Это барограф с броненосца «Адмирал Синявин» и машины «Тереграф» с крейсера «Изумруд». Разница в сохранности этих экспонатов очевидна. И она отражает такой вот нелегкий выбор, вставший перед русскими моряками, перед остатками русской эскадры в Цесимском сражении. Часть русских моряков была вынуждена подчиниться приказу адмирала Никбогатова о сдаче кораблей, в том числе и команда броненосца «Адмирал Синявин». Поэтому, собственно, вот этот прибор с корабля, который был сдан японцем, он так хорошо сохранился. В то время как некоторые другие русские офицеры, в первую очередь барон Ферзан, командир крейсера «Изумруд», отказался принять позорный приказ, хотя он вполне мог сослаться на то, что это приказ высшего командования. Тем не менее, он лично встал в боевой рубке крейсера «Изумруд» к вот этому вот машинному телеграфу, перевел его положение на отполный вперед и смог прорваться в свой строй японской эскадры. Фактически, ему удалось довести свой корабль к берегам Приморья, но, к сожалению, из-за навигационной ошибки крейсер «Изумруд» наскочил на мель и впоследствии был взорван. До Владивостока дошел только вспомогательный крейсер «Алмаз» и два эскадренных миноносца. Из многочисленной русской эскадры, которая насчитывала более 20 кораблей. Это противоосколочный щит от 47-мм орудия с крейсера «Изумруд». Он был поднят в ходе одной из экспедиций, завершенных в заливе Владимира. Тогда было поднято множество предметов с этого восстановшего крейсера. Редактор субтитров А.Семкин